Эббенгаус Герман, немецкий психолог, один из основателей экспериментальной психологии. Он осуществил экспериментальное исследование памяти на основе запоминания слогов, разработал несколько методик для исследования процессов памяти, открыл ряд феноменов психологии памяти, в частности, фактор края, то есть более эффективное запоминание первых и последних слогов ряда, построил кривые заучивания и забывания, которые показывают, что эти процессы носят нелинейный характер. Также он обнаружил, что осмысленный материал запоминается лучше, чем бессмысленный. Эббенгаус решил проводить свои эксперименты в русле теории Фехнера. Он исходил из того, что количественными экспериментальными методами можно исследовать не только элементарные психические процессы, но и такие сложные феномены, как, например, память. Эббенгаусу пришлось создать свои методы изучения различных феноменов, а в качестве объекта исследований он выступал сам. Основным направлением исследования ученого было исследование проблем психологии памяти количественными методами. В 1885 году Эббенгаус выпустил книгу о памяти, где привел некоторые закономерности этого отдела психологии. Он определял память как систему, состоящую из запоминания, сохранения и воспроизведения информации в дальнейшем. Основой этой работы стали эксперименты, проведенные им на самом себе. Пытаясь вывести определенные законы запоминания материала и его последующего воспроизведения, ученый составил 2303 буквенных слов, состоящих из двух согласных и гласных между ними. Эти слова не имели никакого смысла и, кроме того, не вызывали никаких смысловых ассоциаций. Во время опытов он испробовал и просчитал время и объем их заучивания, нашел закономерности забывания. Кривая забывания, выведенная им на основе этих опытов, является одним из основополагающих элементов психологии памяти. Она показывает, что около половины запоминаемого материала забывается в первые полчаса после заучивания, а в течение первого часа уже около 60% полученной информации. Постепенно скорость процесса забывания уменьшается, и через неделю в памяти находятся 20% информации, которые уже могут сохраниться надолго. Эта кривая, наряду с кривой заучивания, в психологии является классической и часто берется за основу при отработке профессиональных навыков, а также при решении различных психологических проблем. Кроме того, Эббингаус в своей работе изложил некоторые особенности воспроизведения материала различного объема, а также различных по порядку фрагментов этого материала. Разработав математические модели памяти, Эббингаус стал первым, кто показал, что процессы запоминания и забывания имеют нелинейный характер. Все исследования, которые проводил ученый, основывались на запоминании бессмысленных буквосочетаний. Осмысленный же материал запоминается несколько быстрее. Кроме того, при запоминании информации, несущей конкретную смысловую нагрузку, действуют определенные эффекты и закономерности. Так, например, при запоминании задачи действует особенный эффект. Если решение задачи не доведено до конца, она запоминается лучше и остается в памяти дольше. Решенная же задача запоминается значительно хуже. Кроме этого, действует эффект края. Та информация, которая находится ближе к краю списка, то есть либо в конце его, либо в начале запоминается лучше, а то, что расположено в середине, быстрее исчезает из памяти. Проводя различные опыты, Эбингаус установил, что срок, на который запоминается информация, напрямую зависит от установки, действующей во время запоминания. Один из опытов был связан с учащимися, которым задали запомнить два рассказа. Им было сказано, что первый рассказ будет проверен на следующий день, а второй еще не скоро. На самом же деле, оба рассказа были проверены лишь через месяц. Оказалось, что второй рассказ учащиеся запомнили лучше, чем первый. Таким образом, Эбингаус предложил такой метод для лучшего сохранения информации в памяти. При запоминании нужно рассчитывать на то, что данная информация обязательно потребуется в дальнейшем. Также при запоминании большого объема различной информации существует эффект затаптывания следов. То есть, чем больше сходных по содержанию и форме данных человек пытается запомнить, тем хуже ему это удается. При изучении этих закономерностей Эбингаус разработал несколько методик, с помощью которых можно исследовать процессы памяти. И от исследований памяти Эбингаус вполне естественно перешел к изучению различных проблем педагогики. Эбингаус георгий.